Ну а теперь поговорим о хоккее. Мы вернулись в нашу студию. Итак, команда Запада вновь обыграла сборную Востока во встрече за Кубок Вызова. И это по-настоящему значительно. В отличие от матча звезд континентальной хоккейной лиги, который щедро сдобрен элементами шоу, противостояние лучших представителей молодежной хоккейной лиги, это действительно игра на результат. Кубок Вызова не хотел покидать Череповец. В начале яркого и динамичного предматчевого шоу его поставили на лед, но то ли градус происходившего чуть растопил лед, а потом по воле Деда Мороза все замерзло. Но после того, как торжественные речи были сказаны и прозвучал гимн, Кубок пришлось ото льда отдирать при помощи подручных средств. Успешно. Как обещали ребята, бились они даже яростнее, чем в обычных матчах. Силовых приемов было полно, были еще и стычки, и даже драчки. Раз уж Кубок Вызова проявил волю и желание остаться в Череповце, большее рвение к победе должны были проявлять игроки Запада, в составе которого играли три хоккеиста местного Алмаза. Фантаки молодежного хоккея и отдавали предпочтение Западу. Но Восток показал характер. Открыл счет, а после того, как Запад сравнял и вышел вперед, хоккеисты в красном перевели матч в овертайм. Хотя могли выиграть и в основное время моменты были. В итоге все решила булитная серия. Только одна попытка оказалась результативной. Ее автор – игрок мытищенских атлантов Камиль Шиафотдинов. Я посвящаю ее своим родителям. Это медаль для них. Тяжеленькая такая. Но очень важная медаль пока для меня она. Грустные лица проигравших, радость победителей. На матчах звезд так не бывает. Но это МХЛ. Тут звезды только зажигаются. Павел Красковский, например, попал в список Олега Знарка и должен поехать тренироваться в первую сборную через несколько дней. На основную сборную сил хватит? Естественно, это же национальная сборная. Там сил вагон. Даже сейчас пару дней отдохнуть. У нас игра с Красной армией в Ярославле. Я уезжаю. Праздник в Череповце удался, но будущее МХЛ сейчас вызывает опасения. В кризис считают каждый рубль и сэкономить в первую очередь хотят на этой лиге. Но бывший президент КХЛ Александр Медведев, также поигравший в хоккей в Череповце, но, конечно же, не в матче звезд, считает, что волноваться не стоит. Никаких резких движений, которые поставят под угрозу развития МХЛ, их не будет. Это не только мое мнение. Это наше мнение из Дмитрия Черношенко и из Геннадия Мчимченко. Но как вот в этих сложных условиях двигаться вперед, я могу вам сказать очень просто. Можно часть функций, которые были сосредоточены в МХЛ, не относящихся к спортивной части, их можно будет передать в конституционную контейнерную линию, тем самым сэкономить средства. Это был шестой кубок вызова. В четвертый раз победу в нем праздновали игроки с Запада. Незавидная участь у этих атрибутов счастья. Не знаю, может быть, их можно использовать повторно. Другой вопрос – когда. В следующий раз в Череповце пройдет матч всех звезд. КХЛ или МХЛ неизвестно. Но будем надеяться, что лига будет жить и процветать, как это было в предыдущие годы. Дмитрий Дятлов, Игорь Белоусов, Череповец. Редактор субтитров А.Семкин